Правильное питание. Сегодня эти слова звучат так же, как фитнес или йога. Это модно и популярно, потому востребовано. Мониторя ситуацию в кафешках, в ожидании увидеть на столах фастфуд с колой, либо пиццу со спрайтом, подобного, что удивительно, всевидящее око оператора не зафиксировало. Обеденное время вносятся первые блюда. Тарелки наполняются различными супами, овсяной и гречневой кашей, овощными салатами, котлетами на пару. Это блюдо брещан на обед. Творог был. А на обед что? На обед суп. Почему правильно питаетесь? Чтобы жить, здоровым быть, веселым быть. Мне 50 лет, я выгляжу вот так. Никто не дает, потому что питаемся нормально, легко, не переедаем. У нас говорят, лучше не даешь, чем переесть. Не все могут себе позволить правильно питаться. Все на бегу, очень много пооткрывалось в таких кафешек, где питание, все это влияние запада. Я так считаю. Это неправильно. А здоровое питание – это очень правильно. Я за то, чтобы все обедали правильно, чтобы питание проходило цивилизованно. А не так, как дома мы что-то из холодильника взяли, поэтому мы начинаем там неправильное, как говорится, у нас обмен веществ. Все, задание редактора не выполнено. Все питаются очень правильно, но есть большое «но». В силу разных причин далеко не у каждого есть возможность питаться правильно, или мы так считаем. Так как собрать продуктовую корзину, таким образом, чтобы в ней оказались лишь полезные продукты, способствующие нашему оздоровлению. Специалисты в деле здорового питания рекомендуют начать с овощей, зелени, ягод и фруктов. Эти продукты ускорят пищеварительные процессы, сжигают ненужные жиры и, что важно, по карману сильно не бьют. Тем более, что сегодня сезонные лакомства можно найти на каждом прилавке Брестского центрального рынка. Сейчас в августе, в сентябре, когда столько много всего, необходимо, чтобы наш рацион питания на 80% состоял из этих здоровой природы. В любом случае, каждый из нас, каждый день должен получать не менее чем 400 граммов различных овощей и не менее 4 фруктов среднего размера или ягод. Отказаться от фастфуда и газировок именно так звучит наиболее популярный совет врачей людям, которые страдают от лишнего веса, а вместе с тем от лишних болезней, приобретенных с ненужными килограммами. Кроме того, следует соблюдать режим питания, отказаться от плотного и позднего ужина. Помнить, что сахар вреден. Его рекомендуется употреблять в день не более 50 грамм. Суточная норма соли – не более 5 грамм. Прежде всего, необходимо соблюдать умедленность в еде. Если с пищей мы получаем энергию больше, чем мы тратим, то вся эта энергия перерабатывается в жир со всеми вытекающими отсюда последствиями. Необходимо питаться разнообразно. Ученые почитали, что для того, чтобы наш организм получил все ему необходимое, мы должны употреблять не менее 100 видов растительной продукции. То есть это все крупы, это все овощи, фрукты, ягоды, орехи, семечки, все бобовые, то есть горох, фасоль, кукуруза, чечевица, это овощная зелень и так далее. А теперь, пожалуйста, посчитайте и составьте ваш список тех продуктов, которые вы получаете, растительных продуктов. Я более чем уверена, что этот список будет состоять не более чем из 30, максимум из 40 пунктов. Есть о чем задуматься. К слову, в Беларуси разработана система государственного контроля качества и безопасности пищевых продуктов, устанавливающая гигиенические требования. Контрольно-надзорные мероприятия охватывают широкий спектр деятельности. Потребитель, когда покупает себе продукты, обязательно тоже должен смотреть, читать название производителя, смотреть пищевой состав этой продукции, ну и, конечно, сроки годности, условия реализации, потому что выбор за самим потребителем. Заставить правильно питаться никто не может, только сам человек выбирает себе правильное питание. Все инструменты для правильного питания в ваших руках. Вооружившись ими, добавив, конечно, силу воли и немного терпения, результат не заставит себя долго ждать. Продолжение следует...